Сезон клубники в самом разгаре. Сладкую ягоду продают буквально на каждом шагу. Местную трудно найти. Из-за майских заморозков во многих приусадебных участках кусты сильно пострадали и не дали плодов. Зато на прилавках рынков изобилие краснодарской ягоды. Она ничем не хуже, говорят продавцы. Выбрать спелую несложно, ведь хорошую клубнику видно издалека. Цельная клубника, зеленые лепесточки, упругая. То есть вот вы ее взяли, руки чистые, не остаются от нее пятна. Это значит, что она свежая. Она очень сладкая, она очень вкусная. Это витамин С. В 100 граммах клубники это, можно сказать, целый апельсин. А вот белые пятна на клубнике – стоп-сигнал. Брать такую точно не стоит, ведь снятая с грядки она уже никогда не дозреет. Еще обратите внимание на запах. Спелые плоды имеют ярко выраженный аромат. Клубника – это царица сада. Она хороша в свежем виде. Также многие хозяйки используют ее для приготовления варенья, желе и пастилы. Сезонная ягода придает блюдам особенный вкус и становится их изюминкой. Привет, Денис. Привет. Давай что-нибудь сегодня приготовим. Давай приготовим французский десерт – калафути с клубникой. С чего начинается? Начинаем с того, что мы сделаем сначала тесто, а потом подготовим клубнику. Взбиваем 2 яйца с сахаром и ванильный сахар добавим. Когда яйца начинают уже светлеть, мы еще пробиваем пару минут и добавляем туда нашу сметану с молоком в конце. Сначала мы добавляем муку. А мути сколько нужно? На 2 яйца муки нужно примерно 70 грамм. Наше тесто похоже было на крем. Чуть гуще тесто, как на блины. Теперь мы добавляем молоко и нашу сметану. А сметану какой процент жирности должен быть? Сметану можно любую, что 10 либо 20 процентов. Можно даже и 30 процентов. Ну, то есть, соответственно, кто следит за фигурой, поэтому выбирает поменьше процентов. Понятно. А можно мне попробовать? Да, конечно. Пошел процесс. Следующим этапом мы подготавливаем нашу клубнику. Мы ее режем пополам и срезаем нашу зеленую часть. Если клубника слишком большая, можно на четвертинки ее порезать. Следующим этапом мы подготавливаем форму для выпекания. Смазываем ее сливочным маслом, чтобы ничего не приклеилось. И для этого я еще и взял пергамент, постелил. Наша форма сковородка готова. Туда помещаем нашу ягоду клубнику и заливаем нашим тестом. Запекаем мы потом при 180 градусах в 35-40 минут. А вот и наш десерт. Какой красивый! А пахнет прям свежей клубникой, ну и тестом. Он должен немного остыть, да, после того, как мы его достали из духовки? Да, он должен немножко, да, подостыть. Потому что он очень нежный получился у нас. И сочный. Да. Украсим мы наш десерт свежей клубникой, мятой и сахарной пудрой. В конце польем горячим шоколадом. А мята куда нужно? Мята вот сюда. Рядом? Да, да. А много пудры? Я скажу. Хорошо. Еще смелее, смелее прям, да, все вот так засыпай. Красота. Также многие хозяйки используют ее для приготовления желе, варенья и чего-то там. Я не знаю. А чем вот ванилин отличается от ванильного сахара? Вот почему именно ванилинный сахар? Нет такого, что типа ванилин, он более концентрированный. Ну сахар это сахар, а ванилин это не сахар. Я надеюсь, что ты это не прописывал. Да нормально. Можно нарезать что-нибудь прикольное. Предложи. А, я? То есть я добавил, да, но надо просто. Как он включается? Я тебе покажу. Теперь моя самая любимая часть этой программы это дегустация. Теперь да, сейчас. Ну что, приступим. Реально такой нежный аж рассыпается. Всем яркого и сладкого лета. Ксения Баканова, Денис Елистратов, Константин Головин. События.